масс по мануальному массажу да и в данном случае проходим мануальный массаж ног со стороны сзади когда человек лежит ливерной частью вниз филе на частью к солнцу мы закончили после видео ролик на стопах да на стопах мы делали мануальную правку нужно кости относительно большого пальца закручивали вставляли теперь заходи заходи кадре появляется иван перендер на заборе олега и уникальный специалист между прочим по массажу стоп и правки как раз вот этих вот всех косточек до плоскостопия и так далее но по поводу плоскостопия не продольного поперечного до этого здесь тоже должна быть выемка ямочка до проверяем как если вы на мы загибаем пальцы назад небольшой палец и прикасается с мизинцем это значит норму тут не хватает миллиметров пять но тут у него нога больная надо понять что мы с этого только администрационно будем работать не прожимая сильно вот как правило это происходит из-за того что пальцы вот этих костей вот они портнута вот туда ну по любым причинам травмы новые вот нам надо их соответственно поставить обратно внутрь смысле вот с этой стороны с внешнего они должны выступать как холмик мостик такой китайский мостик поэтому нащупываем какой палец торчит у него торчит вот этот безымянный получать палец да вот в него то есть мы растирали протягивали растягивали потом массируем пальцы тоже массирует уже подготавливали до растрясали это всю работу проделали теперь мы упираемся в него и заворачиваем стопку там внутрь себя скручиваем лучше делать на сухую из масла который спали да и есть туда в него нога опять по трем углом находится стопа относительно голень по прямым до добавится за болезнью кричат ну это потом ровно ходит так вот проверяем миллиметр два еще осталось не до конца да но уже есть прогресс есть еще раз напоминаю что у нас нету сама цель обязательно довести до хруста да ну просто разминаем растягиваем все суставы дополнительно не омывается кровью смачиваются таким образом астрозов артритов вас не будет вот и теперь поддерживаем верхней фаланги пальцев вверх делать эту песенку большого пальца поиску за композиция против положим пальцем большим придерживаем палец пальчик скучно сегон и сдерживаем сдерживаем повешенную большой пальц сгибаем прям под 90 градусов до его отдельно вот эту часть выдергиваем на себя так теперь мы расшатали свод ну вот эти косточки можно расшатывать дополнительно расшатываем место сведения ноги таким образом что одеваем стопу на наших перепонки между большим большим подвернули приподняли расширили саму стопу вверх-вниз влево покрутили 8 очки такие звезды относительно прятки расценивали ее все стороны и пустую пустую кости растянули раздавили еще раз во все стороны и вот опять с салфеткой теперь мы вот эти косточки поворачиваем друг друга то есть они сколько сочленений вот это сочленение да маршат теперь пятка относительно костей вот и относительно можем вот раз два три вас получается место до три места воздействия сначала берем повыше здесь поворачиваем ногу резко внутрь чуть по не надо вершим второе место и третье место еще пониже теперь перехватываю плотно сверху с ним зажимаем стопу пальцем сдерживаем и резким таким движением как рычагом в внешнюю сторону тоже 23 прохода теперь пятку относительно стопу и поворачиваем перестапу держим плотно да опять везде собидаем прямой угол пятку пятку расшатали этой стороны циркально расшатали туда сюда да и относительно друг друга но их сворачиваем в сторону и в ту сторону остается 5 часто бывают когда у человека сколиоз у него одна нога бывает длиннее другой в итоге да потому что на фунтаза и он подворачивает эту пятку обычного внутрь подворачивается . вот ну так же можно в принципе вытянуть на себя взяли за пятку и за стопу лодыжка отдельно начинали нашли преднапряжение до преднапряжения и сделано на себя да но это прям лучше делать когда человек лежит на спине сюда так продолжаем теперь массаж это были элементы терапии из следующего нашего тренинга поэтому не теряйтесь подписывайтесь там будут еще и другие материалы выложены и ставьте обязательно колокольчик значок чтобы не пропускать новые видео теперь натягиваем ахиллу сухожилия таким образом что пальцы опускаем вниз соседской консилос дополнительно растяжается делаем через движение больше выяснили чтобы не поутекала натягиваем кожу на себя отрывая мясо пятки под косточки до до разворачиваемся стопа расслабленная всю стопу перед косточками протянули растяжками пальцев если человек боится щекотки да вам самое главное не делать легкие движения таких слабеньких и быстрых если делать это плотно да и медленно то в принципе щекотка проходит он уже не так реагирует теперь вот где заканчивается косточка пятки да там есть такой вот уголок на котором собираются кольца это там всякие соли да и вот они как раз передавливают нет ему не шпора шпора называется да чтобы она не образовывалась профилактика да мы это место прожимаем достаточно сильные прорабатываем теперь на стопах очень много пунктурных точек все их тоже мы не будем приходить китайские названия не будем изучать у нас китайский язык китайщины всякой этому посвящен конечно отдельный тренинг подписывайтесь и там увидите когда будут нас по точкам соответственно условно дают прожимаем тут находится толстый кишечник внутри тонкие кишки сверху там сердце легкие почки тут пошли органы головы там глаз нос ноздря губа и так далее вот поэтому мы вот условно эту зону делим на такие клеточки ну примерно по три или по четыре и медленно шансу прожимаем массаж могут вообще очень ценный массаж настолько делают обычные его специальными палочками люди берегут свои пальцы до сильнее конечно в данном случае на достаточно такого легкого действия под кости подвели где пальцы нагибаются пальцы у нас начинаются не отсюда вот отсюда заканчивается начинается заканчивается как сказать в анекдоте помнишь когда к портологу пришел мужик но стал подходит открывает а вот где у нас вход находится то три богатого доктора аккуратнее не вход а выход попрошу вас заметить вот размяли их и относительно другу до пальчики тоже размяли теперь с этой стороны у нас находится акупунктурная точка самого позвоночника крестец пошел позвоночник прям по линии делал косточка утончила тебя спина пошла шея и вот эта часть это уже считается череп голова продаме и и не будем считать до 33 так как вы знаете что у нас 33 позвонка да а условно так попали попали за точки проработали теперь раз вернули ногу немножко вот так чтобы расслабить да и с этой стороны прям по костяшкам по костяшкам своими костяшками пальцев расслаблено теперь проверяем ее расслабление если болтается можно поможет вот у здорового человека нога должна касаться ягодицы хватает но это отдельный случай будем разбираться чем видео и противоложен должна касаться не касается просто на протяжке передних может бедра вот а мануальной техники какие мы упираемся рукой как стрелой жесткая рука слабая не так загнуты не так не так не бог так не так а именно ровная упираемся вдоль бедра как стрела впиваются сюда да но по циркулялся хруппина здесь жестко бежит вот натягиваем на нее на руку колено натягиваем натягиваем и потом резким движением одновременно рука сползает на бедро вторая подтягивает пятку задержится здесь за наши встречи а сама сползает на квадра стату и демонстративно но мы и резко стулья на голове надеваем стопу происходит щелчок наблюдаться вот здесь вот и нога вот здесь закрываем ногу по очереди так вот насколько возможно до придерживаем второй рукой и теперь вот эти мышцы про которые тоже редко включать внимание берцовая передняя мышца которая поднимает стопу до кангаловидная мышца и ягодичной мышцы мы их отжимаем от костей достаточно плотно сильно проходим все костяшка пальцем кулак он раздавливаем и растягиваем фасции вытяжка фасций называется понятно непонятно и вахтем исходное положение первое ногу Держи расслаблено. Отжимаем. Да, отжимаем. Поехали. Да, да, вот правильно. Теперь костяшка.